Вот Атаман, Атаманушка, вот Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! 8 марта – первый весенний праздник, объединяющий в себе все прекрасное, что заключается для нас в этом времени года. Красоту и любовь, доброту и нежность, гордость и признательность – все, что олицетворяет образ женщины. Именно женщинам были посвящены концерты, состоявшиеся в домах культуры Черноморского и Ильского городских поселений. Уже само фойе Дома культуры поселка Черноморский с выставкой самых разных творческих работ, выполненных руками талантливых ребят и взрослых, словно ожило в ожидании гостей. Каждую представительницу прекрасного пола встречали поздравлениями и веткой мимозы. А их, как и подобает в такой замечательный весенний день, собралось немало. В зрительных залах был аншлаг. Да и как же иначе, где еще можно услышать сразу столько комплиментов и благодарностей в женский адрес? Я хочу в этот день вам пожелать любви и счастья. Вашим домам достатка и тепла. Вот все, что вы себе хотите пожелать, желаю вам. Пусть всегда будет такое солнце, пусть в душе будет всегда весна. Будьте любимыми, чтобы всегда вас носили на руках. Не только в преддверии праздника, а чтобы каждый день мужчины носили вас на руках. Любили и ценили. С праздником вас, дорогие вы! Своими вокальными номерами и танцевальными композициями всех сидящих в зале порадовали творческие коллективы. Весенние ритмы в исполнении акробатической студии «Фиеста» и «Казачья лизгинка» хореографического отделения детской школы искусств вызвали у зрителей самые бурные овации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ПЕСНЯ Программа праздничных концертов была очень насыщенной и разнообразной. Женщины – искусство, понятия неразделимые. Женский образ вдохновляет писателей и художников, музыкантов и режиссеров. И невозможно не любить прекрасный голос женщины, которая поет. Малыш, увидев мир впервые, узнал о том, что значит мамина любовь. Его в груди прижала матушка Россия и повела от рабой нескошенных угол. Красота и отзывчивость, умение дарить тепло, заботу и внимание – эти женские качества всегда вызывают у мужчин искреннее чувство уважения и восхищения. Без вас бы не было написано ни строчки, без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные, жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы поклон от нас. Воезная приемная районной администрации продолжила свою работу в Афибском городском поселении. Специалисты различных служб и ведомств муниципалитета собрались в здании Афибской администрации. Руководил работой приемной глава района Адам Жарим. На приеме были рассмотрены наиболее актуальные проблемы. 14 обращений по самым разным вопросам, таким как благоустройство, пенсионное обеспечение, проблемы землеустройства и обеспечение социальными льготами. Все это было рассмотрено и взято на контроль. По словам самих жителей, подобные встречи – большая польза для поселения и района в целом. И нужно бы почаще это делать и доводить до сведения. Вот от городка, например, я совершенно случайно в газете прочитала, я пришла одна. А представьте, у нас столько там проблем, что я даже не стала все их поднимать. По итогу встречи все запросы были удовлетворены и отправлены в работу. Проблемы, требующие особо длительного разбирательства, взяты на контроль поручений. Кубанская весна полна сюрпризов и не всегда приятных. Для жителей многоквартирного дома по улице Курчатова в поселке Ильский таким сюрпризом стал прорыв трубы центрального теплоснабжения, оставивший 27 человек без отопления на несколько дней. Жительница дома мать двоих детей Яна Машковская рассказала съемочной группе о происшествии. В пятницу вечером произошел у нас под нашей комнатой, под детской комнатой в спальне, произошел прорыв трубы отопления. Централизованного. На что мы, естественно, отреагировавши, мы позвонили сначала Соломко Станиславу Анатольевичу, потом мы позвонили Головку Николаю Викторовичу. На что из них первым, естественно, отреагировал глава. Он приехал со специалистом, которые посмотрели и сказали, что нужно скрывать пол и нужно что-то делать с этой трубой. Все 12 квартир нашего дома на данный момент находятся без отопления. То есть и то, что вот это вот сейчас вода и все прочее, оно бежит, то есть это потом поднимется всю сыростью, то есть балки в состоянии ужасном. А сейчас это все еще заливалось три дня водой и неизвестно, какие последствия после этого будут. Каким образом мы это будем восстанавливать, мы не понимаем. Потому что несущая балка, она сгнила. И как на нее положить обратно пол, мы не понимаем. А есть дети, которые ребенок может просто пробежать и рухнуть прекрасно в эту яму. Как бы нам этого не очень бы хотелось. После того, как жители дома обратились к администрации поселения с просьбой помочь в ремонте отопительной системы, были приняты необходимые меры. Команда рабочих совместно с жителями начала восстановление. Глава Ильского городского поселения, в свою очередь, заверил пострадавших, что в ближайшее время последствия аварии будут ликвидированы. Этот дом несколько лет назад был признан аварийным. Но, несмотря на то, что он аварийным, и от него все управляющие компании, так сказать, отказались, мы своих земляков в беде не бросаем. Поэтому мы договорились с одной из фирм, которая оказывает услуги по восстановлению теплоснабжения. Я думаю, в течение ближайших двух-трех часов теплоснабжения на Курчатова 2А будут восстановлены в полном объеме. Все финансовые затраты мы берем на себя. Жителей мы не просим ни копейки. Главное терпение и понимание. Все мы сделаем. Будет тепло. Уже после визита съемочной группы Яна связалась с нами и рассказала, что восстановительные работы системы отопления дома закончены. В квартирах жильцов снова стало тепло. Однако ремонт перекрытия и полов в квартире Яне придется делать за собственный счет. Рабочая встреча с медицинскими работниками, посвященная подготовке к выборам президента Российской Федерации, прошла в администрации Северского района. Основной темой встречи была подготовка медицинских учреждений муниципалитета к проведению голосования для пациентов, находящихся на дневном стационаре. На совещании присутствовали глава района Адам Джарим, первый заместитель главы Марины Наумейко, а также сотрудники медицинских учреждений района. Председатель территориальной избирательной комиссии Владимир Захарченко подробно разъяснил собравшимся порядок проведения голосования для пациентов дневного стационара. До голосования главный врач обязан представить список пациентов, которые будут находиться в больнице в день голосования. Для этого все заведующие отделения должны пройти больных, опросить лично, которых не выпишем, для того, чтобы меньше их было желательно их отправить домой. Прогнозировать число избирателей, проголосующих вне избирательных участков, довольно тяжело. Однако практика прошлых лет показывает, что подобные случаи все же есть. Только в Северской центральной районной больнице в прошлые выборы проголосовало около 20 человек. И отлаженные механизмы работы территориальной избирательной комиссии позволяют осуществлять свое избирательное право всем, кто не сможет явиться в избирательные участки, даже если таковых будут единицы. Уважаемые жители Северского района! 18 марта 2018 года нас ожидает важное политическое событие – выборы президента Российской Федерации. Личное участие в референдуме является одним из ключевых прав каждого гражданина России, определяющие основные положения внутренней и внешней политики государства. Исполняя свой гражданский долг, мы отстаиваем суверенитет и единство, защищаем свой мир, свои ценности и привычный уклад жизни. В настоящее время, когда нам пытаются навязать чуждую Россию идеологию, неучастие в выборах фактически является призывом к управлению страной извне. Нам необходимо продемонстрировать всему миру единство российского народа, общество стремлений и единодушия в решении важных вопросов страны. Кубань во все времена славилась богатством культур, разнообразностью этнического колорита, щедростью души и гостеприимством, а также неравнодушием и активной гражданской позицией всех жителей региона. Во все времена, вне зависимости от политических режимов, религиозных взглядов и национальностей, жителей Краснодарского края объединяло чувство любви и преданности к нашей малой родине. Высокая степень внимания и доверия со стороны федеральных органов власти не позволяет нам остаться в стороне от исторического события, определяющего стратегию дальнейшего развития страны. Дорогие друзья, 18 марта каждый житель Северского района обязан прийти на избирательные участки и внести свой вклад в формирование будущего России. Приглашаю вас в день референдума отдать голос за того, кто достойно работает на благо нашей великой державы. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова